Сегодня мы отмечаем, как уже говорили, День памятников и исторических мест, поэтому, конечно же, мы не могли не пригласить нашу студию скульптора. Итак, встречайте, Вячеслав Жиглицкий, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Скажите, для чего нужны городу такие памятники? Ну как для чего? В первую очередь для того, чтобы они были, чтобы вы их видели, но и чтобы они приносили радость, улыбку, свою эмоцию вносили, чтобы передавали все то, что автор задумал, передавали публике, гостям столицы, кишиневцам. Ну вот вообще, давайте поговорим вот об этой профессии. Вот как ответил как-то Агюстраден, вот что такое профессия скульптора? Он ответил своему ученику, это надо взять глыбу мрамора, отсечь все лишнее, как бы мы все слышали эту фразу. Похожие слова Микеланджело озвучивал, но звучит, конечно, просто, да, вот взять глыбу и отсечь все лишнее. А на самом деле, вот какова эта профессия? Насколько она сложна или нет? Расскажите, пожалуйста. Ну на самом деле все очень просто, глыбу взял и отрезал. Ну ничего, это просто надо уметь это все делать, чувствовать и владеть этой техникой. А так сложного ничего, талант надо еще иметь. Вот как раз вопрос именно о таланте и о том, как вы решили стать скульптором. Как почувствовали этот талант? Да, и откуда черпаете музыку? Это почувствовала моя мама. Это спасибо маме, спасибо преподавателям, которые все это во мне развивали. Спасибо сейчас жене, которая меня поддерживает постоянно. Моим партнерам, заказчикам, опять-таки без них бы скульптор бы не состоялся. Так что все, видите, не все так, один человек ничего, вот все вокруг должно так состояться, чтобы это выстрелило, будем так говорить. А с какими материалами чаще работаете, с кем любите работать? А мой любимый материал, я люблю все материалы, но самый любимый, просто наше производство заточено на бронзе все-таки. Хотя мы можем и брамор делать, и косовутский камень, и дерево резать, но производство в основном у нас бронзовое. А он и более пластичный, и с ним мне очень нравится работать. А сколько скульптур вышло за все время из-под ваших рук, да? То есть, если можно назвать, количество или какие-то вот особенные, о которых хотелось бы рассказать? Честно говоря, даже не считал, потому что их уже очень много. От малой пластики до большой уже даже не считал. Тысячи. Ой, я хотела спросить, сотни, оказывается, тысячи. Тысячи, тысячи, вы что? У нас и малая пластика, и по всему миру она фактически. Студия у нас большая. А свои любимые работы вот какие можете назвать? Ну, опять-таки, видите, художника спросить о его любимых работах тоже. Все любимые, нету, так что я все делаю это с любовью, мы же для людей это все делаем. Вот что касается людей по всему миру, вы сказали, а вот в каких странах можно увидеть вашу скульптуру? Ну, более 150 стран мира. От малой пластики до большой. Если вы про большую спрашиваете пластику, или про малую, про какую вы спрашиваете? Я про малую и большую. Ну, хорошо, а если брать какие-то значительные памятники? Более 150 стран мира малую пластику, а большая пластика за границей находится в Португалии, в Лиссабоне, ну, под Лиссабоном, не помню, как это место называется, в Румынии, в Брашове, в Одессе, в Бухаресте. А вот как поступают предложения из других стран? Вот как вас находят? Ну, так находят как-то, не знаю даже, как они меня находят. Земля слухами полнит. Да верно, наверное. Алло, Вячеслав, это вы? Я можете? Могу? Ну, давайте, давайте. А вот расскажите об одесском, например, памятнике. Что это за проект и что именно за скульптура? Одесский памятник – это один из самых первых памятников больших городских. У нас там замечательные друзья. Мы работаем с галереей «Белая луна» в Одессе. И вот через эту галерею «Белая луна» к нам обратились инвесторы, довольно известные одесские. И мы сделали возле Моракадемии памятник, но Табе не называется, но она посвящена студенчеству, музе студентов, в таком вот ключе. Еще один интересный памятник, о котором бы хотелось поговорить, который сейчас стал очень популярен в Кишиневе, который появился в октябре. Это, конечно же, скамейка, где мальчик с девочкой, девочка держит щенка, и они наблюдают за кошкой, которая охотится с голубями. Вот как появился этот памятник, как идея появилась? Идея появилась, опять-таки, сообща. Тут инвесторы, замечательные люди, инвесторы той гостиницы, которая находится рядом. Сами дизайнеры и архитекторы, и обратились ко мне, и вот сообща мы и создали это произведение. Вот вы говорили самое любимое, наверное, вот это вот из последних самое любимое. А вот что касается, вот, может, наработки, то есть, что в будущем вы планируете? Может, какие-то интересные скульптуры, о которых вы хотелось бы рассказать в нашем телевизоре? Да, можно рассказать. На самом деле, идей очень много. Проекты есть, проекты будут реализованы. Не все захотели, чтобы я об этом рассказал, обо всех проектах, но часть я могу поведать, что одна из знаменитых пивоварий на городе Кишинево подарит городу произведения, вылепленные в компании с нашей студией. Там будет несколько скульпторов, студенты будут привлечены, и это целые комплексы будут очень интересные. Один на Пешеходной улице, другой на Валя-Мори-Ларву. А что будет изображать? О, это секрет уже. Но будет интерактивно, сам проект называется «Глаза в глаза». То есть, можно рядом сфотографироваться. Ну, такое он, молодежно, прикольно будет, красиво, интересно. Типа дети, но совсем в другом ракурсе. Наш город это очень оживит. А когда примерно планируется реализация этого проекта? Проект уже начался, а реализация, я думаю, тоже к дню города успеем. Может, и раньше. То есть, совсем скоро? Как пойдет, как пойдет, да. Совсем скоро. Как вдохновение будет, да? Просто их два проекта, и довольно они крупненькие. Если там мальчик-девочка на скамейке, то здесь чуть побольше персонажей. А вот, кстати, где берете для вот таких вот скульптур, где, да, мальчик-девочка, где берете моделей, скажем так? Модели... Я обращаюсь к своим дизайнерам, спрашиваю, ребята, у вас есть модели? Он говорит, есть. Вот наша дочка, вот наш сын, они будут моделем. Ваяйте. Ваяйте, да. Мы ваяли, мы приходили, они приходили, игрались, бегали, мы сидели, обсуждали, вдохновлялись, а потом ваяли. А вообще вот откуда приходит, не знаю, вдохновение, что ли, муза, не знаю, как это назвать? Ну, муза у меня жена. Она пришла ко мне давно, давно пришла ко мне, мы уже давно вместе. А она, и помимо этого прочего, ну, это жизнь. Это, надо просто любить жизнь, радоваться тому, что мы имеем. А вот творческим людям, которые вот не определились, там, стать художником или скульптором, вот почему бы вы посоветовали, да, вот идти именно в эту профессию? Ну, почему вы решили, что я им посоветую? Не посоветуете? Ну, конкуренты нам не нужны. Идите куда угодно, но только не в скульптуру. Ну, лет через 30 можете, когда я уже перестану так осу. Я начну преподавать к этому времени, я надеюсь. Тогда приходите к нам в студию, мы научим. Спасибо большое за интересную беседу. На студии был скульптор Вячеслав Жиглицкий. И мы сегодня отмечаем День памятников и исторических мест. Впереди еще много интересного, не переключайтесь. Уличная скульптура – мировая тенденция, имеющая место во многих городах мира. Молдовы сейчас делают свои первые шаги и потихоньку осваивают пешеходные зоны. В самом центре города Кишинева открылась необычная скульптура. Она является частью архитектурного ансамбля и органично вписывается в городскую среду, привлекая взгляды жителей и гостей столицы. Находится по адресу 31 августа у дома номер 103. Данная скульптура – совместная работа известного почетного жителя столицы Вячеслава Жиглицкого и архитектора и дизайнера Романа Амелехина, с которыми мы и встретились. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания данной скульптуры и как было выбрано место? Идея родилась в команде. Это командная работа, это была интересная, зажигательная история. Старое здание, историческое место, исторический центр нашего любимого города. И хотелось привлечь не только внимание, но и дать какую-то красоту этой улице. Появилась идея украсить данную улицу с историческим фасадом скульптурой. Скульптурой городской, не памятником, а скульптурой. Возникла первая идея, это дети и животное. Композиция изображает сидящих на скамейке мальчика и девочку. Оба смотрят на кота, следящего за голубями. А вот на кого и куда смотрят голуби, остается загадкой. Герои скульптуры – реальные жители Кишинева. Девочка Таисия и мальчик Ваня. Я звоню Роме, савтору, и говорю, Роме нужны дети. Желательно девочка поменьше, мальчик постарше. Так как на эскизе было. Он говорит, ты знаешь, Слава, так все совпало. Есть. У меня есть дочка, у нее есть друг. Они вместе замечательно ладят. Как и у нас, в принципе, на скамейке. То ли они брат и сестра, то ли они друзья. Это уже кто как что видит. Городская скульптура была выполнена из бронзы и весит около тонны. На ее создание ушло около полугода. По словам авторов, работать над композицией было одно удовольствие. Хотелось бы, чтобы, глядя на эту композицию, на эту безвозмездную композицию дара нашему любимому городу, люди загорались и хотели сделать наш город немножко лучше и чище. Мы верим в то, что и в нашей скульптуре есть такое заветное место, при соприкосновении с которым сбываются желания. Хорошие, добрые, красивые желания. Для этого нужно потереть руку и желание исполнить. Памятник не имеет постамента, и поэтому с ним легко можно сфотографироваться и отдохнуть, сидя на скамейке вместе с ребятами. Несмотря на то, что скульптура появилась совсем недавно, ее уже успели все полюбить и внести в список самых необычных памятников столицы. Данный элемент городского дизайна не имеет названия, давая горожанам или зрителям возможность придумать его самим. Редактор субтитров А.Семкин